Привет, начинающий художник! А может быть ты вовсе и не художник, но зашел на мой канал. Я очень рада, тебе тоже огромный привет! Если вдруг ты ищешь потрясающие графитовые карандаши, но думаешь, что потрясающие простые карандаши бывают только от дорогих брендов, то ты глубоко заблуждаешься. Брендов, типов и разновидностей простых карандашей сотни. Новичку трудно понять, как выбрать удобный инструмент для рисования и какими особенностями он должен обладать. Поэтому я сейчас расскажу о качественных, мною проверенных и очень удобных карандашах, которые завоевали мое доверие. У меня в арсенале очень много графитовых карандашей, но сейчас я покажу тебе именно те карандаши, которые последнее время я постоянно использую в своих работах. Они недорогие, но очень качественные. И первый карандаш, который я вам посоветую, это механический карандаш с грифелем толщиной 0,5 мм от бренда или какие вот он. Ну, в общем, на нем написано SBT. Я его обычно использую для набросков. Жесткость грифеля у него HB, то есть средняя. Чтобы делать наброски, вам понадобится лишь одна жесткость грифеля, HB. Она не царапает бумагу и легко стирается ластиком или клячкой. А если карандаши слишком мягкие или слишком твердые, они могут размазываться по бумаге. В этот карандаш подходят любые грифели 0,5 мм. Этот набросок я обязательно сотру стеркой-клячкой. Точно так же, кстати, я готовлю обрез под акварельную работу. Я рекомендую для стирания набросков приобрести стерку именно клячку. Это особая мягкая стерка специального состава, которая стирает любые загрязнения без труда, впитывая грифель в себя, не пачкая и не повреждая бумагу. Больше всего мне понравилась стерка-клячка от Кахинор, но говорят, ее сложно приобрести в России. Второй механический карандаш, который для меня самый удобный, это дешевый карандаш марки Centrum с грифелем толщиной 0,7 мм. Я использую его для проработки всех деталей. Также жесткость грифеля у него HB, средняя. В карандаш также подходят любые грифели 0,7 мм. Можно, конечно, приобрести еще карандаши с толщиной грифеля больше этих, чтобы пользоваться ими в создании портретов или в своих работах, потому что они очень удобные, всегда готовы к работе, они всегда острые в отличие от обычных. Но так как у меня есть еще другие обычные карандаши, мне этих вполне достаточно. Ну вот, кстати, помимо механических карандашей, есть еще обычные. А обычными карандашами я обычно рисую черно-белые работы. Как будто не ясно было. Жесткость грифеля любого карандаша начинается от 9B, самый мягкий, и заканчивается 9H, самый твердый. Я использую карандаши жесткостью, начиная от 3H и заканчивая 6B. Также обязательно в помощь мне идут белые карандаши и белые гелевые ручки для бликов. Штрихи я всегда наношу твердым карандашом, да и вообще не только я так положено, потому что это самые сухие линии, а вот сочность и выразительность рисунку надо придавать с помощью мягких карандашей. Совсем забыла про бумагу, показала в начале видео и все. Бумагу лучше всего для работ грифельными карандашами брать, чтобы она была для черчения. По офисной бумаге карандаш нервно скрипит и плохо тушуется. Карандаши мне очень нравятся от Хатбер, они не очень дорогие, но очень хорошие. Коробочка из-под них выглядит вот так. В пачке должно быть именно 10 карандашей, а не 11. Если вам попадется пачка с 11 карандашами, это подделка. Мне еще нравятся карандаши от Кахинор, у меня их только два, самые мягкие. Плюсом к Хатберу мне их вполне хватает. Если вы не хотите покупать целый ассортимент, я предлагаю остановиться именно на этих карандашах. Конечно, все зависит от вашего бюджета, есть карандаши намного дороже этих, но поверьте, отдача по работе у них одинаковая. Они отлично затачиваются, без труда стираются и, что очень важно, не ломаются. Рекомендации вам сегодня по карандашам давала дворецкая я. До скорых встреч, всем пока!